Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы ответить на очень популярный вопрос сколько крема с SPF надо наносить, как его наносить и как вообще его правильно подобрать А кроме того, отвечу на вопрос, что делать, если помимо средств с SPF вы хотите использовать одновременно какую-то сыворотку или, например, средства декоративной косметики, а именно тональную основу В первую очередь хочу напомнить, что SPF, то есть уровень защиты от солнца, солнцезащитный фактор подбирать проще всего ориентируясь на ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды Если этот индекс меньше 2, и вы при этом не используете каких-то агрессивных средств в уходе а-ля ретинол или кислоты то вы можете вообще не пользоваться SPF Если ультрафиолетовый индекс находится между 2 и 4, то желательно использовать SPF уровня 8, 10, 15, то есть до 30 А если уже ультрафиолетовый индекс перевалил цифру 4, с 4 до 6 достаточно SPF 30 и после 6 желательно уже использовать максимальную степень защиты, то есть 50 и 50+. Ну, если вы загораете где-то на пляже, то можно и полный санблок использовать, особенно если у вас первый фототип и вы вообще не загораете, а только обгораете Что касается количества, четверть чайной ложечки солнцезащитного средства, обычной стандартной легкой текстуры можно нанести на кожу лица и защитить его таким образом как минимум на 2-3 часа от ультрафиолета Если мы еще шею и декольте покрываем, то это будет уже половинка чайной ложки И чтобы комфортно нанести такое, казалось бы, большое количество крема, я рекомендую наносить его в 2 этапа То есть сначала нанести половину этой порции, дождаться впитывания и потом нанести еще половину Так крем ляжет более комфортно, он быстрее впитается и не будет блестеть и течь по лицу, на что иногда жалуется Естественно, все зависит еще от текстуры средства Но если изначально средство впитывается хорошо, то в 2 этапа им будет еще легче это сделать Что делать, если мы наносим еще дополнительные какие-то средства? Сыворотки без солнцезащитного фактора, как правило, наносятся под него Точнее не как правило, а всегда наносятся под него И мы дожидаемся полного впитывания То есть должно хотя бы пройти 5 минут после того, как мы нанесли активную сыворотку гелевой или кремовой текстуры И только потом мы наносим средство с солнцезащитным фактором Если же мы наносим тональное средство, имеет ли оно СПФ или не имеет Мы наносим его уже после средства с солнцезащитным фактором то есть мы опять-таки ждем порядка 5-8 минут и потом наносим уже тональное средство и желательно тональное средство тогда наносить тамповывающими такими движениями то есть не размазать по коже, чтобы грубо говоря не растереть, не смазать слой защиты который уже дал наш солнцезащитный крем вот такие особенности перед нанесением крема я хотела озвучить и теперь я вам просто покажу как я это делаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы с вами разобрали основные моменты как выбрать солнцезащитное средство и как правильно и сколько его нанести если у вас будут какие-то вопросы или вы захотите поделиться своим опытом или вам нравятся какие-то солнцезащитные средства, которые вы хотите упомянуть в комментариях я буду очень признательна за любую информацию, которая может быть полезна нам, нашим подписчикам подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых видео и до новых встреч!